Мне приснился сон, я беременная, читаю ваши книги. И вот это у меня все время, беременность, все я рада, а потом говорю, да как же, как же, у меня же Матвей маленький, ну как маленький, 6-7 лет. И у меня постоянно какая-то связь не идет, я боюсь его отпустить что ли, оторвать, или он от меня. Сейчас Матвей или Молый? Матвей маленький, лет ему. Сейчас смотрите, это же метафорично, сон вам знак дается, да, беременность это может быть как действительно прямая беременность, а может быть беременность в смысле есть смысловое еще значение, это как новая идея, это новые направления и новые какие-то вещи. И здесь действительно страх за то, что несовместимость, неважно это новый ребенок или это новая идея. Вот есть подсознательный страх, и вот в вашей натальной карте там как раз показано, что с одной стороны вы как бы хотите, с другой стороны вам очень страшно, сделать вот этот шаг вперед. Это как раз знак вот этот рака, он пятится назад все время, ну даже если так взять самого рака, и в своей скорлупе, и наша задача выйти из этой скорлупы. То есть быть как вот, а у вас как раз северный узел в Козероге, а Козерог это кто? Это козел, который прыгает по горам, он отрывается вот так хоп-хоп-хоп, и даже, кстати, между прочим, огурцы скалистые, да, вот видели, вот кстати, посмотрите, обязательно где-нибудь потом в этом, в ютубе, да, как они прыгают. Я иногда смотрю на этих козлов и думаю, боже мой, у них же нет лап, они не цепляются, и говорю, как они ловко прыгают и не падают. И вот вам как раз нужно приобрести вот это внутреннее состояние, и когда вы внутреннее состояние приобретете, тогда вы будете так прыгать, как этот козел. То есть спокойно по вот этим отвесным скалам и не бояться ничего. Ведь наш страх это первый блок, первая заслонка на пути к своему развитию. Тут я думаю, что вот как раз конфликт есть, то есть и хочется с одной стороны, и толкают уже, и наставники уже это делают, я думаю, ангелы, и вас подводят уже к этому. То есть мы тут приходим за определенные задачи, да, есть вот этот внутренний просто страх. Надо понимать, что это просто привито с прошлого. Это просто есть, ну, черта характера в теле, это тело фонит. И здесь просто нужно идти вперед. Прям на правом идти? Вам, да. Вот вам, вот как раз, где-то я даже фразу такую прям специально вырезала. Максимально, значит, смотрите, максимально раскрывать себя, то есть вот эти вот свои способности, максимально, кстати, требовать от других. Взять ответственность на себя, да, преодолеть чрезмерные эмоциональные реакции. Отпустить вот это все прошлое. То есть нам нужно сосредоточить свои мысли на будущем. Потому что когда вы прокручиваете вот этот негатив, соответственно, вы тем самым программируете себе тут же будущее. То есть данные мысли в вашей сегодняшней голове, да, это все проекция на тонком плане. То есть что вы сегодня подумали, не знаю, там, если про прошлое, значит, вы прошлое спроецировали на будущее. Понятно, да? То есть нужно максимально хорошо думать о себе завтра. Если ей приходят мысли негативные, мы их отгоняем. Мы говорим, дорогие мои, это не мои мысли, это чужие. Я много говорю на вебинарах, что негативные мысли в основном это приходят, это не наши мысли, это мысли эгрегорные. Они доказаны, Геннадий Крахалев доказал это экспериментами научными, многократными. Так что любая негативная мысль, мы ее отгоняем. Родная, иди гуляй. У меня, то есть вы тогда или сами воспроизводите те мысли хорошие, которые вам нужны, продуктивные. Это вы можете их прописывать, вы можете выписать и так далее, и так далее. Потом их поработать через визуализацию, представить в будущем, как вы, например, хотите себя видеть и так далее. Это может быть и по мелочам, и по большому счету. Это как угодно. Но самое главное думать в позитиве о себе, о своем будущем, о своих детях и так далее. То есть это одна из главных, наверное, задач, на которой нужно сконцентрироваться. Разбор своих мыслей, в буквальном смысле сортировка. Негативные в одну сторону, позитивные в одну сторону. И продуцирование новых позитивных мыслей, которые вам нужны. То есть вот прям отдельную задачу себе поставьте, выпишите, это главное, главное, главное. Потому что помните, как только пришла негативная мысль, вы ее прокручиваете, вы формируете себе будущее. Так она же вот неосознанно приходит. Конечно, конечно. Так почему она неосознанная? Она, это не наша мысль, она, это, это, просто люди не в курсе это, они думают, что это наша собственная мысль. Ничего подобного. Вы по подобию мыслей, страхов, вы находитесь, подсоединяетесь тут же к Грегору, и Грегор вам вкидывает эти мысли для того, чтобы питаться вашей энергетикой в этот момент. То есть вы усиленно думаете, эмоционируете, реакции эмоциональные, да, соответственно, выделяется энергия, и ваша энергия уходит туда. Как вы перестанете эмоционировать и реагировать на эти мысли, ваша энергия уйдет на ваше будущее, на осуществление действий. Потому что, на самом деле, говорит, у меня нет энергии, у всех ее полно. Просто она уходит не туда, она уходит на негатив. Она уходит в нише астрал, в нише эгрегор, и они там ее просто съедают, вашу энергию. А вот у меня еще, знаете, прописывала, это вот большой страх, что люди со мной не согласятся, что они отвергнут, и мне очень вот это вот страх какой-то у меня. И я давно с этим живу. Так, ну, хочу успокоить, что это очень, как сказать, обычное явление у каждого человека. Вот этот страх непринятия. Это инстинкты, не более того. То есть у каждого человека заложено... Это инстинкт, да, поработать? Это инстинкт. Сейчас я еще объясню, я расскажу, как это сделать. У меня есть техника, и мы можем, в принципе, я вам покажу образец. Да мы можем даже и сделать ее, я думаю. Должны мы все это успеть. Вот. И, значит, смотрите, это просто инстинкт. Инстинкт из каменного века. Когда-то люди жили в племенах, и самое было страшное, что в тот момент в племени человеку остаться одному, не выжить. То есть он что-то делает не так в племени, и идет осуждение. Если он что-то серьезное не так сделали, его, значит, выгоняли из племени. Это самое страшное наказание было. Одному человеку не выжить. То есть это изгой. И, соответственно, его там съедят звери, он там не согреется, он там не прокормится. И это было самое-самое страшное, что это можно было. А, ну это как вебинар было. Да. Паралитий, рептильный мозг вот этот, да? Да, да. Это все туда же, это все наши инстинкты. Это не более туго как. Это привет от нашего мозга. Это привет от нашего тела. Вот и все. Да? Здесь просто каждый раз, когда приходит такая мысль, свое тело успокаивает тело мое родное. Все хорошо, все отлично. Да? И здесь применим такую технику. Вот давайте сейчас прямо это сделаем. Прямо сразу. Я покажу образец, вы поймете, по этой технике будете делать. Значит, смотрите. Сейчас давайте мы пропишем, берем ручку и карандаш. Взяли. Ага. И пишем, значит, у нас ограничивающая установка. Как нам ее правильно прописать, Оль? Сейчас, чтобы прямо вот так. Значит, я боюсь, да? Угу. Что боимся? Сейчас говорите. Что? Я боюсь, вот здесь так, что люди не согласятся на мое предложение и меня отвергнут. Вот, что люди не согласятся. Угу. Пишем прямо. И я, и вы не согласятся на мое предложение. Угу. Угу. Приложение. И отвергнут. Угу. Так. Ну, во-первых, сразу сейчас скажу, пока мы не дошли до самой вот этой техники. Значит, когда мы вот так думаем, значит, мы даем как бы уже установку на тонком плане программу. И те люди, к которым вы пойдете, уже как бы им от вас фонит этой программой. То есть они действительно не соглашаются. Да, да, да. Это мы знаем, да, по теории? Так, значит, по идее нужно сделать обратную установку, да, новую программу, которая будет вас устраивать. И вот мы сейчас ее будем выстраивать, ну, по определенной схеме. Мы сейчас немножко докопаемся до истины, да, и вынем еще много установок, которые там сидят в программке. То есть там есть определенный перечень, и вот сейчас мы это узнаем. Я буду сейчас задавать вам вопрос по этому один и тот же. Что в этом страшно, вы будете не думая отвечать то, что происходит, то, что придет первым в голову, да. Сейчас поймете, как мы это будем работать. И когда вы, значит, зафиксируете этот ответ, то есть мы его запишем. И вот так мы будем несколько раз делать. То есть вот сейчас я спрашиваю. Значит, да, Оль, только я спрашиваю по факту. Ну, вот вы боитесь, что люди не согласятся на ваше предложение и отвергнут его, да. Что в этом страшного? И сейчас то, что придет первым в голову, мы отвечаем. Я недостойна. Прекрасно. Записываем, я недостойна. По первым пунктам, я недостойна. Так, очень хорошо. И будем отвечать еще реакцией в теле. Где-то кальнюет, где-то в жарах, где-то, я не знаю, там, ух, как-то, да, реакция тела. В груди сразу. Вот сейчас, да? Да. Записываем. Так, в груди это что происходит там? Сжатие. Вот, сжатие. Очень хорошо. Вот одна первая установка есть. Так, второе. Да, Оль, я бы сейчас по факту говорила. Здесь вот следующий вопрос по факту. То есть потом вот эту технику можно с собой делать. Да, вы недостойны. И что в этом страшного? Первое, что приходит в голову. Ответ. Ничего страшного. Так, ничего страшного. Ничего страшного. Вот это хорошо, когда ничего страшного и когда смех пошел. Значит так, сейчас на данный момент одна установка вылезла, больше мы не лезем. Обычно у людей несколько, 7-8, бывает и больше установок. То есть на каждый ответ приходит еще одна установка более глубокая и так далее. Ну вот сейчас, то есть, например, ну, я не знаю, там, был бы ответ там, вы, там, Оля, вы недостойны, и что? Ой, тогда меня там, не знаю, там, я буду чувствовать себя плохо, да, и пошло. Да, вы себя чувствуете плохо, что в этом страшного? Ну, тогда вот я не смогу зарабатывать деньги. Ну, вы не можете зарабатывать деньги, что в этом страшного? То есть, понятен смысл? Это мы выявляем установки. Вот сейчас вышла практически одна. Почему одна? Потому что вот сейчас вы сказали, ничего страшного и засмеялись. Все. Вот, ну, как бы вот на данный момент показали нам, что одна. Значит, мы работаем сейчас вот с этой установкой. Мы сейчас, это ограничивающая установка, мы сейчас ее немножко переделаем в освобождающую. Значит, схема следующая. Запишите сейчас первое. Следующий пункт, первое, да. Когда-то я могу быть недостойной, быть недостойной, и люди могут не соглашаться на мое предложение. Ну, то есть, то, что первое мы писали. Люди могут не соглашаться на мое предложение. Это первый пункт. Второй пункт. Когда-то я могу... И вот здесь сейчас выберите сами слово, ровно противоположное на 180 градусов, позитивное, слово недостойное. Позитив, ровно на 180 градусов. Нужна будет помощь, скажет. Как бы вы хотели себя видеть, вот в ровно противоположную сторону? Когда-то я вот то, что я хочу, чтобы спокойно относиться к этому. Или как? Нет, неправильно? Здесь нет, здесь ровно противоположное. То есть есть недостойная, а есть очень достойные люди. Ну, тогда, конечно, я когда-то я... Я могу быть очень достойная, да? Очень достойная, да. Вот. Вот, пишем тогда. Очень достойная. Угу. Угу. И люди могут, дописываем по смыслу, что они могут? Могут соглашаться на мое предложение. Точно. Да. Угу. На мое предложение. Очень хорошо. Угу. На все? Да. Нечка. Так, хорошо. Я иногда на «ты» перескакиваю. Прошу прощения, у меня привычка с ними на «ты». Слухи, хорошо. Ну, если вдруг я вспомню назад, вернусь. Да. И третий пункт напишем. «В любом случае...» Угу. В любом случае. Угу. В случае. «Я могу...» Угу. «Чувствовать себя...» Угу. И вот здесь прописываем, как вы хотите себя чувствовать. Хорошо. Можно много слов написать. То есть, как вы хотите себя чувствовать. Ну, чувствовать себя уверенно. Так. Упишем уверенно. Прямо мурашки у меня идут. Ага. Это вот было очень хорошо сказано уверенно. Уверенно. Да. Так. Ну, и... С чувством какой-то гордости. Да. Пишем. С чувством гордости за себя, да? Да. Угу. Угу. С чувством гордости за себя. Угу. Угу. Так. Еще можно еще не переписать хорошее. Или этого хватит по ощущениям. Так, что прям как следует сейчас наполнится ресурсом. Ну, и чувство вдохновения, ну, какое-то вдохновение хотелось. Ну, что вот... Угу. Не апатия, ну, как бы не ровная, чтобы, а вот просто как подъем какой-то должен быть. Ага, чувствовать себя на подъеме, да? Да, вот. Да. Угу. На подъеме. Отлично. Ну, мурашки. Угу. В подъеме. Вот. На подъеме и вдохновленном можно писать еще. Угу. Вдохновленном. Здесь вот позитивно можно писать хоть целую страницу напишите себе. Угу. Понятно, да, смысл? Да, да, да. И вот смотрите, сейчас вот здесь три пункта. Вы их должны вслух, осознанно сейчас, да? Ага, прочитать. Угу. Все три. Просто? Просто читаем. Все три, да? Да, 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 наподряд, вслух, осознанно, только прямо вот представляем, как вот картинка первая, картинка вторая, картинка третья. Вот когда-то я могу быть недостойной, да, вот это? Да, 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 да. И люди могут не соглашаться на мое предложение. Так, очень хорошо. Картинка какая-нибудь рисуется перед глазами? Ну, может быть, из прошлого. У меня вообще ничего не рисуется. Так, хорошо. Дальше тогда? Когда-то я могу очень... Могу быть. Когда-то я могу быть очень достойная, достойная. Люди могут соглашаться на мое предложение. Очень хорошо. И третий пункт. В любом случае я могу чувствовать себя влево, в отверсти за себя, чувствовать себя на подъеме, вдохновение, влево. Так, вот, очень хорошо. И, по идее, вот сейчас, да, мы сейчас еще попробуем сделать это в картинках. И потом вы почувствуете разницу, как в теле это отзывается. То есть вот сейчас представим, что первая у нас картинка все-таки... Ну, сейчас можно закрыть глаза. Угу. И мы сейчас первую картинку попросим, чтобы нам показали. Вот, я говорю, а картинка пусть возникает. То есть когда-то я могу быть недостойной. Ну, вы представляете, что вы недостойные. Люди могут не согласиться на ваше предложение. Угу. Ну, что рисуется там через визуализацию? Ну, неприятие какое-то. Так, очень хорошо. То есть этого достаточно. Она серая, какая-то, что за картинка? Ой, она в тумане каком-то. Ага, ага. Там, ну, туман такой серый. Прекрасно, прекрасно, очень хорошо. То есть и какие-то неприятные ощущения, да, в теле или в начале? Да, в горле и вообще это... Прекрасно. Да, пояс. Угу, очень хорошо, очень хорошо зафиксировали это. Теперь рядом сделаем, формируем картиночку на тонком плане. Когда-то я могу быть очень достойна, да, и люди соглашаются на мое предложение. Прямо эту картинку мы сейчас максимально хорошо для себя прорисовываем. Угу. Угу. Так, что там видно, расскажите мне. Ну, она рассеивается, она что-то плохо. Но нет, она идет, как бы, чувство такое... Угу. Она как по ногам и идет вверх, 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 вверх. Очень хорошо, очень хорошо, замечательно. То есть она идет снизу вверх. Да, снизу. Прекрасно, прекрасно. А теперь сейчас добавляем сюда картинку мощную. В любом случае, то есть представляем третью картинку. В любом случае я могу чувствовать себя уверенно, с чувством гордости за себя, чувствовать себя на подъеме вдохновения. Вдохновение. Или вдохновение. А можно и то, и другое добавить. Какая прелесть. Вот, радость, ура! Вот, вот. И теперь сейчас мы эти все картинки, если они вот рядом стояли друг с другом, мы их как бы представляем, что они совмещаются. Три в одном. Как голограмма такая. Угу. Угу. Естественно, та нижняя первая, она там в самом низу где-то, она такая размытая, она такая слабенькая. А эти вот накладываются друг на друга. И получается одно яркое, красивое, я не знаю, там, какое-то... пятно. Угу. Или краска, или, не знаю, целая там панорама может быть. Ну да, картина, я, счастливая. Вот, вот. Вот. И что мы сейчас делали сейчас с вами? Заменили просто. Да. Брат. Или как это называется? На тонком плане мы сейчас сформировали программу. Очень хорошую, позитивную будущего. Угу. И она сейчас, если вот больше туда, к ней не возвращаться, то есть если негативные мысли туда уже не пихивают, да, наши, не разбавлять вот этим пуманом, который изначально был, да, она и будет работать. Она будет притягивать к вам тех людей, которые нужны. Угу. И да, и даже если кто-то вам отвергнет, потому что мы заложили программу, что когда-то мне могут отказать, я могу быть недостойна, когда-то мне, я очень достойна, когда-то мне, да, мне согласятся мои предложения. В любом случае, я чувствую себя хорошо. То есть мы сделали два варианта событий. Раньше был один вариант событий у нас. Угу. Только первый. И он приводил к одному печальному сходу. Угу. Ну, максимально приводит, по крайней мере, да. Я думаю, все равно же в жизни соглашались. Не было такого, чтобы все не соглашались. Я соглашалась. Да, конечно. Вот. А акцент вашего внимания был именно на первом. Да. Ну, я так себя перебарывала, это было что-то. Я аж дрожала, меня аж все трясло. Ну, это акцент. Это просто наше тело. Это прият из прошлого. Надо его просто в этот момент успокоить и сформировать вот новую программку по вот этой схеме. Значит, смотрите, вот эти вот когда-то, сейчас вот очень важно. Значит, когда-то мы прописываем, то есть когда-то я могу вот просто сделать в рамочку, это мы всегда пишем одно и то же. Вот начало. Второй момент, да, второй пункт. Когда-то я могу тоже. Это тоже всегда мы пишем. В рамочку обвели. И третий пункт. В любом случае я могу чувствовать себя, это тоже в рамочку. Только первый вариант мы прописываем, это со знаком минус, то есть это ограничивающая установка. Вторая программа ровно противоположная, чего вы хотите. Ну, это ситуация. То есть в первом случае мы описываем не чувства, мы описываем ситуацию. Ну, то есть с вами произошло, то есть конкретно вот смотрите внимательно, что здесь чувств нет. Здесь просто ситуация. В первом случае я недостойна, в втором случае я достойна. А в третьем случае мы прописываем эмоции и чувства, но они всегда позитивные и максимально хорошие. И вот это может занимать вот этот третий пункт, я говорила, вплоть до страницы. Можно написать, как я хочу себя чувствовать. Это выстраивается новый план программы на тонком плане. Ну, как здорово. Да, техника мощная, она очень работает. На любой запрос, который вот пришло, вот взял и, как сказать, сформировал себе новую программу. А Полина, запись-то будет у меня? Обязательно, конечно. Я это перешлю. Вот, Олечка. Значит, это вот как работать с этими мыслями. Это есть ограниченное убеждение, вот с этими можно поработать, да? Да, с любыми. Любыми. Вот начинаем там, первый вот ставим там ограниченную установку. Я там никогда не смогу чего-то, достичь чего-то. Это ограниченная установка. И вот мы и начинаем разбирать, да? Задаем вопрос, значит, вот еще там напишите, что вопрос мы задаем один и тот же, сам себе. Что в этом страшного? Ага. Что в этом страшного? Я еще могу потом статью дать скинуть, чтобы вы еще почитали и для себя поняли. Там очень, ну, как бы, обоснование хорошее. Я скину ссылочку и закрепите. Она большая, но она хорошо промывает мозги. Вообще, я этим и занимаюсь на вебинарах. Сначала людей подготавливаю, а потом они уже начинают техники делать. Потому что без осознания, что и происходит, то есть, ну, мало чего получается. Вот, значит, что в этом страшного? Это ключевой вопрос. Ну, все, вот очень. Даже. Да. А то прям ком в горле. Конечно, это блок. Это блок сильный, блок уже на уровне тела. Это, я думаю, на уровне там уже ни одной жизни. И если этот ком, этот энергетический ком, значит, там застой уже и все остальное. Да. Самое главное, вот, прорабатывать. Значит, с установочки мы уже поняли, когда. И не возвращаться, да? Вот все, установили и не возвращаться туда. Да, потому что любая негатива. А дальше следующий какой момент? Если пришла мысль, это может прийти нормально. Нормально. Есть же привычка. Есть еще скататься в низший астрал, к этим товарищам грегорным, негативным, да? Вот. Но мы просто понимаем схему, что я сейчас просто свалился туда, присоединился. А зачем мне это надо? А ребята, идите вы лесом или идите туда вниз, куда оттуда пришли. А я наверх. Я в позитив. То есть мы мысленно представляем, что вы как будто, не знаю, там, вот у вас к руке, не знаю, как вам за шкирки привязали много шариков гелевых, позитивных, со смайликами. И вас они вытаскивают вверх. То есть через визуализацию это делаем. Они вас вытаскивают в позитивные миры, и вы прощаетесь с грегором Миши. Пока, родные ваши. Эти мысли остаются с вами. Все. Как вы только туда вот через визуализацию вышли, вам уже проще будет справляться с негативными мыслями. Они постоят да уйдут. А нечем питаться-то, вы в позитиве. Все понятно. То есть это работа с мыслями каждый день, каждый час. Ну вот если она на автомате запросто. А потому что она приходит, а мы ее не обрабатываем. Она делает, что хочет. В общем смысл. То есть мы ей позволяем гулять у себя, как хотим. А здесь уже вы не позволяете, здесь вы хозяин своих мыслей. Намерения создаем, иди гуляй, или иди туда, откуда ты пришла. А лучше, если когда вы ее... Смотрите, можно это один вариант, но это, как сказать, это защитный вариант. Это как бы прошлый век. Я рекомендую дальше идти. То есть эти мысли-то они пойдут дальше хозяина искать. То есть эта мысль, она пойдет, найдет другого человека, который еще пока не умеет этого делать. То есть эта мысль, это энергия. И энергию ее нельзя уничтожить. Ее можно только перенаправить или поменять с минуса на плюс. То есть так вот уже люди грамотно, кто в этом разбирается, они трансформируют. То есть вы берете эту мысль, о, пришла, ой, моя родная, о, какая-то прелесть, иди ко мне. Значит вы ее берете и перепрограммируете или делаете вот эту трансформацию по подобной схеме, которую мы сделали. То есть была эта установка у нас как, я боюсь, а теперь-то я что, я уверенная. Мы ее сейчас трансформировали. То есть она вот как бы переплавилась в некой печке нашего сознания, осмысленна. И мы ее переработали, и она теперь в мир ушла, чистая, новая, светлая. Она поднимает вверх у вас позитивные миры, плюс сток к вашей карме. То есть работа над собой, и вообще вот классно, вы сейчас осветлелись на тонком плане. И соответственно к вам еще притягиваются такие же люди, к вам притягиваются, ну там, подобные игры, игры и так далее. Вы как светлячок гармонизируете вокруг все пространство. Себя и свое пространство. То есть в любую мысль, если есть время, ее лучше вот так по этой схеме переработать, трансформировать в позитивную. То есть мы еще очищаем пространство. Смотрите, какая прелесть. Здорово вообще. Да. Но можно, как дежурный вариант, быстренький, можно ее отогнать. Но она будет дальше путешествовать по миру. А, вон там. Да, да, вот такая вот схема интересная. Ну что, в общем, схема понятна. Ссылочку я дам. Ссылочку я, значит, дам на Крайона, на книжечку. Сейчас я запишу себе книгу и ссылочку на статью. Просто ее почитайте, еще раз закрепите, чтобы было понятно. Если что-ка дачу забыли, раз, побежали, почитали. Она, конечно, длинновата, но я объяснила, и я думаю, что она будет более понятна. Там много вообще чего интересного еще найдете. Ну что, Оль, тогда сейчас пойдем... Козерога вот это, да, выписать? Да, 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 да. Козерог у вас там очень тоже, это ваше будущее, это ваше, вот то, что нужно научиться в этом воплощении. Даже не знала, что козерог у меня. А мне нравятся козероги, я не знаю почему. Да? А вот оно, а вот оно. Какая-то подсознательная тяга. Это ваше будущее, ваш северный узел. Почему здесь вы должны... Сейчас объясню, вот рак, вы, это как ваш багажник, вы много чего там наработали. Причем, вот как рюкзак. Вы пришли, там у вас есть консервы, какие-то открывалки, это вот в раке, да? У вас чего-то там, чего-то многого. И вы пришли с этим рюкзаком в эту жизнь. Но теперь в этой жизни, оказывается, вам нужно совершенно делать другое занятие. Если, например, вам вот консерва открывать ножик там нужен был в прошлой жизни, то в этой жизни вам нужен гвоздодер. А-а-а. А у вас его нету. А как раз козерогу говорит вам, родная, давай-ка иди приобрети этот инструмент, тебе нужно гвозди дергать. А гвозди дергать вот этим консервным ножом ему нельзя. И что мне делать-то с этим рюкзаком? Ну пусть лежит, мы его сейчас снимем. А мы пытаемся вот как раз к этим ключом гвозди выдергивать. То есть вам дали другое занятие, а инструменты остались из прошлой жизни. А-а-а, вон как она работает. Да. А мы пытаемся, а мы же не в курсе. И для этого нам нужно, то есть мы используем не по значению то, что у нас там в багажнике есть. Ну это так метафорично. И вот чтобы понять, чего нам нужно-то, да, нам нужно узнать, что же козерог за что отвечает. Это ваша основная задача. На моё будущее. Да, да, это вот мы начинаем приобретать. Где же нам взять эти инструменты-то там, да, где же нам эту фонку-то раздобыть. Ну фонка это все те же психологические упражнения, которые вот по работе с эмоциям. Ваши эмоции, говорю, прошлое мы оставляем. Вообще вот это привычка, вот просто запомните, это привычка копаться в прошлом. И все, это не более чего. То есть нам нужно новую привычку смотреть в будущее. Формировать себе вот такие программки. Есть уставок, взял вот как раз это прошлое. Привет из прошлого. Привет, привет, прошлое. Давай-ка иди сюда, давайте мы с тобой переработаем. Переработали в будущее, выстроили себе новую позитивную программу. Вау, как классно. И все. И побежала. И побежала. Сделайте это через визуализацию. То есть вот как мы сначала это прописали на бумаге. Это первый момент. Вот сейчас записываем. Потому что у меня в статье там нету. Там чисто статья для людей обычных. А мы же не обычные. Да. Вот. А это для того, что... Второй момент это сделать через визуализацию. Сделали три картинки. Одну картинку вот это негативная, вторая значит позитивная и третья позитивная. Но единственное, во второй этой ситуации прописано, а в третьей эмоциональная. Там очень хорошие эмоции. Очень хорошие, позитивные. И мы вот эти две последних, вот я забыла сказать, сейчас напишите, их максимально делаем красивыми, приятными, яркими, по цветам, по контрасту, по четкости. То есть максимально-максимально мы там делаем очень хорошо. Вот прям, не знаю, там и цвет, если есть возможность, добавьте сами. Вы как художник там раскрашиваете вот эти пейзажи. То есть что-то пришло вот классное, а потом добавили туда то, что хотите. Радуга, спокойствие, гармоничное состояние, полет, там, знаешь, шмелей, птичек, какие-то зверюшки, хрюшки, мне нравится там. Ну, все что угодно. То, что вот ложится на душу там, музыка, если какая-то хорошая. То есть мы должны сделать там максимально приятные картину для себя. Потом войти в нее. Или вот когда уже сделали, три картинки наложили друг на друга. Все, сделался один образ красивый, он один. И поместили его куда-нибудь, кстати, мы забыли поместить. Да, я отушила. И мы помещаем его мысленно вот в то место, где был зажим тела. А у нас он был в горле и в груди. Да, сейчас мышки мыска. Во-во-во-во. И положили туда. И чувствуем, как разливается тепло по телу. Как становится легко, свободно и дышать. И говорить, и действовать. Очень хорошо. Это можно делать периодически. То есть это не обязательно один раз. Можно прямо вот ее, то есть еще раз ее увидели, потом и опять положили. То есть несколько раз проделать, чтобы максимально было хорошо. Ну, по сути, вот эта база, которую сейчас я вам рассказала, она вам будет давать уже и очень глобальную проработку себя. Работа с мыслями на тонком плане, формирование своего будущего. Чем вы больше будете прорабатывать себя, тем вы больше будете слышать своих ангелов, подсказки и интуицию. Тем больше вот этих знаков будет вам. А, кстати, у вас вообще, вот, у вас я смотрела по Таролу, по вашей нумерологии. Вам очень важно слушать свою интуицию. Это, вы знаете, и, кстати, вы такой счастливчик в том плане, что вот, если вы где-то, вы как, как, знаете, вот, ну, как карта джокер, что ли, для кого-то. То есть, такой вот, ну, как лотерейный билет, что ли. То есть, вот, если вы находитесь в какой-то, не знаю, организации, где-то, что-то, вы как счастливчик. Но если, в том случае, если вы идете по своей интуиции. Вот, через вас, через ваш канал интуитивный, вот, можно вообще людям, даже, знаете, как, другим подсказывать. Ну, для того, чтобы хорошо подсказывать, нужно себя прорабатывать. Это такой замкнутый круг. Чем ты хуже себя прорабатываешь, тем, соответственно, вот эта информация, она может быть искажена. И, или вообще ее не слышит. Да, у меня есть интуиция. Ну, когда я начинаю, допустим, к людям, я многим помогаю. Это у меня с детства идет. Угу. Ох, ух, ух. Когда я что-то, ну, вот, в детстве, как бы, тоже, вот, обрезало меня это. А почему обрезало? Потому что я очень помогала, помогала. Ну, я же молодая же была, маленькая. Ну, в школе училась. И они, главное, у них четверки, пятерки, а у меня раз и тройки. И я как-то вот, просто я не умела в это пользоваться-то, помогать-то отдавала. И, не знаю, и потом я замкнулась. Я не буду помогать. Ага, стоп. Сейчас здесь остановились. Значит, с этой программой дома самой поработать. Да. Угу. 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 Вы полностью откроете вот этот канал, и поток пойдет. А потом дальше остается только слушать, слушать и слушать. И идти по этим знакам. Да, естественно, он бывает очень на 180 градусов противоречит нашей логике сознанию. Ну, поверьте, ну, не знаю, мне как хотите, верьте, не верьте, или проверяйте на своем опыте. То есть все равно, когда вы будете идти под своему, именно внутреннему голосу, вот и под сознанием, ты понимаешь, что это правильно. А логика может говорить, нет, это типа вот невыгодно. Ну, да, да. Да? Ну, не знаю, там вот, как я часто пример, такой мужчины, например, идет внутренний голос, забери деньги с биржи. Да? Не надо. Вот забери деньги. Ну, допустим, бизнесмена, хороший бизнесмен, они всегда слушают свою интуицию. А логика говорит, да нет, ты что-то сейчас заберешь, ты потеряешь проценты. Очень сильная, серьезно, не надо этого делать. Это логика, сознание. Ну, то есть, ну, есть прогнозирование определенное, да? Угу. А он все равно забирает. И через два, там, не знаю, два дня биржа обрушивается, экономический кризис. Угу. Вот. А другой, вот, кто не слушает интуицию, он там, нет, ну что, я же это, это же выгодно. Или, например, навстречу иногда на какую-то, не хочется эти душе говорить, не надо, не ходи, сиди дома, займись другим делом. Иди поспи. Нет, ну что же, у меня же обязательства, мне же нужно, мне же вот ждут, у меня там это, туда-сюда, есть тут, ну, логика начинает свои обоснования включать. Угу. Если вы понимаете, вроде, почему, но есть четкое убеждение, что вот этого делать не надо, или вот это нужно сделать, да? То, вот, в вашем случае, у вас вообще две десятки там стоит, это колесо фортуны. Вот интуиция для вас, это один из важных моментов, который вас ведет по жизни. Вы должны знать, как сесть в лодку, вообще, без бесел. Это ваша вот задача, да? И плыть в ней. И вот тогда вы будете на своем пути духовном. И на своем пути по жизни. Вот что самое интересное. Угу. То есть, это вот ваше направление. С одной стороны, вот логика и сознание должны обрабатывать ту информацию, которую получают. То есть, не противоречить, а как бы дополнять, анализировать, а вот здесь как, а вот здесь как. Но все равно прислушиваться к своему внутреннему подсознанию. Значит, смотрите, первая задача, вот, проработать вот этот блок, который в детстве все поставили, программу. После этого, как вот, ну, откроетесь и намерение опять же ставим, всегда намерение ставим. Я хочу, например, очень важно намерение, для чего вы его хотите открыть. Смотрите, если вы ставите намерение, значит, для того, чтобы открыть себе вот этот канал, для того, чтобы помогать максимальному количеству людей. Да. Если это действительно намерение отсюда, то, соответственно, этот канал вам откроет его максимально, тут же, моментально, даже без всяких техник. Ну, техника это лучше для себя, как бы ты понимаешь, проработать по этой схеме, то, значит, дальше пойдет. И будут спускаться уже дальше возможности. Возможности в виде чего угодно. Это может быть материально, это можно и денежно в том числе, это и люди какие-то будут приходить и так далее, и так далее. Их просто нужно видеть, их нужно брать и реализовывать. Потому что здесь мы дальше все реализуем своими руками. За нас никто делать ничего не будет. Здесь в один момент. То есть первое мы себе разрешаем, ставим себе намерение, самое светлое, чистое для людей, максимально хорошее. Если вы его поставили, то, соответственно, и вам будут давать все остальные блага и прочие какие-то вещи, именно для того, чтобы вы помогали людям. А помогая другим людям максимально, естественно, вы закроете свои потребности. Просто, например, вот на примере девочки, когда ко мне подошла, был очень вопрос, я же не знаю, что технику мы сможем проделать. Но я думаю, что все равно, что вот мы это сегодня по программе, это даже глобальнее, чем вам техника. Я имею в виду будущее, потому что, ну, это основа. Будете выполнять эти по этой схеме, будет все очень хорошо. Так вот с девочкой со мной подошла, она ко мне, вот у нас была как раз книга «Встреча в Москве», и она говорит, у меня, говорит, я никак деньги не могу проработать. То есть в любой вопрос ангелы отвечают, а про деньги никак молчат и все так далее. Я говорю, а что, по ссылке, расскажи свою историю о денежном. Она говорит, ну, я была чиновником милиции, и там, естественно, коррупция, брала большие взятки. Ну, по сути, что человек делал на тот момент, он вынимал свои материальные блага из будущего. То, что это было незаслужено, это, естественно, ну, как бы, все равно это, в общем, кармически потом заберут. Да, да, да. Не так, не матьем, ты катанем. И сейчас у нее, то есть она вышла на пенсию, и у нее вообще денег нет. То есть она живет в обрез только на пенсию. То есть никаких доходов, чтобы она не делала. Кстати, между прочим, все те деньги, которые ей давали взятки, а там были огромные деньги, она вкладывала в бизнес, и бизнес не прогорел. То есть она осталась ни с чем вообще. Она говорит, лучше бы я там купила недвижимость, ну, лучше бы, ну, понятно, что просто так ничего не бывает. Ну, вот у меня срезонировало, в принципе, такой же. Да, да, да. Так вот она говорит, а что делать-то? Я говорю, хороший вопрос. Я говорю, первое, ты должна поставить, а, и она говорит, сейчас вот денег нет. Я говорю, ты знаешь, во-первых, поблагодари за то, что твои наставники тебе еще пощадили. То, что они забрали у тебя деньгами возврат. Это первое, потому что могут взять более дорогой ценой, могут взять здоровьем своих близких, то, что дороже. Ну, да. Там и деньги уйдут туда, и плюс еще вот эти волнения и так далее. Я говорю, во-первых, благодарность. С твоими все в порядке? Она говорит, да. Я говорю, ну, и все. То берут, забирают только деньгами. Вот. Второе, значит, намерение ты должна создать, если ты хочешь действительно, чтобы у тебя наладилось это, во-первых, поставить, ну, как бы запрет на такое поведение. То есть с этого дня у меня расчет со всеми только честно. Не знаю, там, это могут дальше идти проверки. В магазине подсунут какую-то лишнюю сдачу. Или, не знаю, кто-то человек не знает и вам переслал какую-то сумму. Можно ее оставить, никто, типа, не узнает. Ну, кроме как этого, всевышнего. Вот, и вас. Вот, то есть любой денежный расчет с людьми очень честный. То есть это должно быть максимально. Люди не знают, то есть будут все равно, кстати, такие проверки. То есть будут так делать, что типа никто не узнает, ну, а там-то все зачеты идутся моментально, записываются в карму. Дальше это могут быть не только денежные расчеты, не такие, а это может быть какое-то взятие, какие-то льгот, которые не заслужены. Это, например, некоторые какие-то инвалидности в себе делают и прочие какие-то вещи. Это тоже, даже. То есть это по-любому выбор денег из будущего. Кстати, вот не любят очень наставники, все время говорят, кто играет на биржах, какие-то вклады и жить на это. Тоже не любят. Ну, это, конечно, это не совсем плохо, чтобы совсем, да, но это тоже, они считают, что это как пассивный доход, человек не развивается. А мы приходим сюда для развития, а не для того, чтобы сидеть, ничего не делать. Опять же, намерение, зачем нужны эти деньги. Если хотите этим деньги вклад в более какие-то значимые дела для людей, то, соответственно, будет даваться. Ну, какой-то промежуток времени это будет. Потом может резко перекрыться и в обратную сторону пойти. Это все как 200 долларов в казино первого вас выбрать. Но это вот намерение не по деньгам же, все-таки. Я вот хочу там столько-то денег. А это же неправильно, вот деньги хотят. Конечно, конечно. Здесь не деньги надо хотеть. Здесь нужно намерение, это максимальное... А, так вот, я закончу с ней, чтобы было понятно. Да, да, да. И она говорит это. Значит, первый пункт это поблагодарить за то, что берут деньгами. Второй пункт это то, что, значит, поставить запрет на это поведение, то есть на подобное в прошлом, да, то есть в будущем я буду очень внимательно отслеживать все эти ситуации. И третий, я говорю, ты должна прописать намерение, зачем тебе нужны материальные блага. И я говорю, если ты пропишешь это, что ты максимально это хочешь для реализации своей миссии, и миссия она может быть не обязательно большая, как я сказала, для реализации своего предназначения, можно я это слово вставить, для того, чтобы я помогала большему количеству людей. Алина, сейчас подай эту минутку. Да, записан. Ага, сейчас я. Ага, ага, все. Так, ага. То есть намерение для того, то есть максимальное количество людей, это чтобы, да, было в пользу. И, соответственно, для того, чтобы выполнить свою миссию и предназначение. Здесь можно через тире писать, через скоб, без разницы. Потому что мы не знаем, какая миссия, какое предназначение точно есть. Миссии тоже очень часто. Ага. Вот, создали это намерение, да, и, соответственно, еще в реальности будут сыпаться уроки, ну, как закрепление, то есть, да, действительно, для кому мы это хотим, для себя родную, чтобы, в первую очередь, закрыть. А потому что я спрашивала, говорю, зачем тебе нужны деньги? Она говорит, ну, как, вот, чтобы полегче жить, чтобы ездить, вот, дочка моя плачет, что мы теперь не ездим отдыхать за границу, да. Там не ходим, там теперь не можем себе позволить, там, не знаю, какие-то мероприятия. Это для кого? Это для себя и для семьи. Для семьи это не считается. Для себя не считается? Ну, как сказать, оно считается тогда, когда вы подумали о других, более глобальных, выходишь за семью. Вот о семье себе, вот у нас как иногда бывает, мы о семье думаем, о себе вообще забываем. У нас же все наоборот, шиворот, на выворот. Ну да. Да, мы можем о себе забыть, вот, я все для семьи, и так далее, и так далее, да. Значит, должно быть сначала для глобального, для большего количества людей, не знаю, помогать как-то им. Это может быть не обязательно материально, это может быть, ну, просто выводить на, не знаю, на свет, на помощь, на какую-то и так далее, и так далее. Что-то, что-то делать глобально. Дальше идет более низкий уровень, это как раз, ну, там, род, семья, да, семья, естественно. Но это, как правило, мы мало обделяем, вот, кстати. И потом, третий вариант, я сам, то есть для себя родного тоже нужно, потому что бывает дисбаланс по отношению к себе, то есть вот дитю могу купить, а себе не могу. Это тоже дисбаланс, так не должно быть. То есть должно быть, если я хочу порадовать себя сегодня, ой, вот пойду я ей, вот деньги последние, пойду я куплю себе пироженку. И пошла и купила, да, и эта пироженка, может, она запомнится больше, и получила удовольствие, и ангелы порадовались, и это нужно. То есть, ну, я не знаю, какой дисбаланс, где там это, то есть нужно смотреть, вот этот дисбаланс нужен максимально соблюдать, стараться. Вот, и когда намерение поставили, что для людей, например, сейчас я объясню, сейчас на своем примере, например, я хочу себе дом, дом хороший. Дом мне нужен для чего? Для того, чтобы я там была на свежем воздухе и больше работала, больше была продуктивней для создания каких-то новых методик, для того, чтобы люди выходили на светлый путь, чтобы они приобретали гармонию в душе. Понятно, да? Да, да, понятно. То есть это, с одной стороны, для меня, закрытие моих потребностей, но эти потребности зачем нужны? Для того, чтобы принесла больше пользу людям. А если мы вот на первом уровне обрубаем намерение, то есть мне нужен дом для того, чтобы мне было там классно, и все, кому от этого еще хорошо? Вот нужно здесь прописать, кому от этого будет хорошо. Ага, понятно. А то вот люди с этими целями, намерения, что попало вообще? А, ой, так смешно, когда в Тонкий План ходим, и там наставники, они с этими астральными заказами, они каждые полчаса там подметают кол. Они скидывают, ну, хочу машину, хочу, и ты говоришь, ну, достали. Ну, это они ржут нашими словами, конечно. Я представляю. Да, вот буквально, они закидывают эти бумажки, они каждые полчаса, там есть люди, там специальный отдел, который принимает эти заказы, они его вот так вот, вот этот мусор, они его назад скидывают. Угу. Ну, потому что, я говорю, у нас не учили этому. Конечно. У нас не учили намерения, то есть. Да. Еще раз про намерения скажу так. Значит, вот есть, не знаю, два человека. Оба хотят помыть пакет. Извинился за 3 рубля. Один идет моет для того, чтобы сэкономить деньги, ну, чтобы больше не покупать. Одно намерение. А второй моет для того, чтобы сохранить экологию на земле. Другое намерение. Ага. А теперь прочувствуйте разницу. Как в целине будет отзываться одному и второму? Ну, прочувствовала, конечно. Первому, который экономит деньги, у него вообще и Григора он себе перекрывает деньги. Экономит. Но такой мелочи. То есть, он себе, допустим, может позволить, я не говорю сейчас про бабушек там какой-то. Угу. Угу. Он может себе позволить, но это делает ради того, чтобы сэкономить деньги. И он перекрывает все денежную энергию и поток. Это одно намерение. То есть, событийный поток формируется в одном порядке. А второе, значит, событийный поток у другого формируется. Он заботится об экологии Земли. Да? Ой, Вселенная говорит, какой он молодец-то. Давай-ка ему подкинем что-нибудь, подарочек какой-нибудь, потому что он смотрел, на что он думает-то. То есть, все зависит от наших намерений. Зачем это нужно? И вот продумайте сейчас свое намерение в отношении своих, своего даже предназначения. Зачем я хочу, во-первых, открыть дар, вот тут, да? Интуиция. Что я с ним буду делать? Если я только вот буду по нему идти, ну как-то на ощупь, это очень хорошо, это правильно. Но это первая ступенька, которая вот, ну, должна быть. Дальше, что вы с этим даром будете делать? Вот, например, намерение. Я хочу помогать людям, которые будут ко мне обращаться. Ну, мало ли, вот что-то, и я там посмотрю там по интуиции, что я могу им подсказывать, да? Третье, как можно еще применить это? Вот просто прям подумали, как могу и применить эту еще, этот дар, да? Это даже не дар. Я сейчас объясню. Это ваши основные энергии, вашей души. Вы как проводник здесь под определенный, вот знаете, как вот идет ток. По проводам. И есть провода там на 220 вольт, есть на 1000 вольт, есть там определенные под какие-то другие вольты, но там изоляция, она разная. И вот вам нужно, то есть вы, как изолятор, он под определенный ток напряжения. Вот у вас как раз спускаются вот эти мысли от Вселенной, они не могут не только для вас, но и для других людей, то есть подсказывать и так далее, и так далее. Знаете-ка, я сейчас возьму на вас карту, посмотрю, что у вас по этому, по предназначению еще, как намерение сопрани создать. Сейчас я мешаю карты, скажите мне стоп, когда почувствуете. Когда почувствуете, скажите стоп, я возьму карту. На предназначение, на намерение, вот как служить людям этим своим. Стоп. Ага. Сверху, снизу брать? Сверху. Сейчас по интуиции идем. Какой номер? А сколько карт-то? 36. Так, значит, снизу это мы сколько отчитаем? 8, правильно? Чтобы не снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ага. Интересная карта, сердечная чакра называется. Что не говорит? Сердечная? Да, сердечная чакра вышла. Ну, сердечная чакра, она у меня всегда сердечная. Здесь вот постоянно. Она у меня вот фонит всегда. Фонит это что значит? В хорошем плане и в каком? Ну, иногда хорошо, а иногда прям вот как-то это тяжеловато. В ней я сижу. Сейчас вот ангелы послали вам эту карту, чтобы вы поняли. Ответ на ваш вопрос кроется в вашем сердце. Чем шире вы откроете свою душу, тем больше мира, любви и радости будет в вашей жизни. Чтобы открыть сердечную чакру, попросите ангелов направлять на вас свою целебную энергию, визуализируйте свое сердце в окружении розового света. Вдыхайте аромат роз, держите в руке или носите при себе кристалл розового кварца, мысленно сосредотачиваясь на любви. Ну, имейте в виду на энергии любви, высшей божественной. То есть, я вот думаю, что вот сейчас нужно ее каким-то образом запустить, активировать, ну, может она и работает, но вот как-то сосредоточиться на этом. И, соответственно, возможно, как раз вот это. Это связано с вашим предназначением, мы спрашивали, с намерением. То есть, вот просто вы, как если будете фонарик, от вас вот так будет хорошо, да, источать энергию вот этой любви, вот, соответственно, вы уже будете выполнять свою миссию здесь. Это и уже есть выполнение предназначения. И не важно, где вы есть, не важно, на каком вы месте. Вот ходите, как фонарик, не знаю, вы работаете на себя, или вы идете просто в магазин, или вы вообще, не знаю, там, где угодно, да, и вы уже выполняете свое предназначение. У людей есть четкое разделение. Почему-то они думают, если я вот пошел на какую-то работу, я в шофер, это мое предназначение. Ну, вот мне уже несколько, вот когда я прочитала вашу книгу, и вот по ангелам я поработала, какой-то вебинар был, по ангелам, и мне сразу то один звонок, ну, активно. И мне все вот агентство, я же работала в агентстве недвижимости, вот один, один, одна позвонила, негатив, что она ушла, второй меня приглашает. То есть у него своя это, я вот как бы мне, вот, а я о нем почему-то подумала, я его давно, давно-давно забыла, причину этого. И вот он мне вот раз, и мы списались в этом, фотостроне там позвонил, он говорит, ну, чем занимаешься, я говорю, в поисках. А, на игрушках ты не работаешь? Я говорю, нет, в поисках сейчас. Он говорит, приходи ко мне. Ну, в общем, вот так вот. И потом мы с ним созвонились, и он оказывается тоже духовными практиками занимается, ну, когда-то что-то туда, пятый замерение попал. Ну, у него он по своей, ну, курсу другой взял какой-то там. Ну, я думаю, это тоже какое-то созвучие вам показывают через знаки, что, возможно, человек одной волны какой-то, да? Все равно вот он работает над собой, духовно, и это очень хорошо. А вот агентство недвижимости, ну, что, ну, какие у нас тут... Мне бы хотелось еще в брачном каком-то агентстве работать. Ну, вот здесь по интуиции, если вот тянет... А, кстати, между прочим, аптечка, как у вас в формуле души, там есть предпосылка к этой работе, брачное агентство. Значит, там по буквальном смысле у вас Венера стоит в центре, и одно из ваших направлений, там, кстати, есть торговля, и связь с людьми, а есть отношения. И отношения, причем, какие-нибудь стандартные, новые какие-то, это реформа в этом. То есть вы там даже можете производить реформы в будущем. Так что брачное агентство, если откликается, можно пойти туда. Вообще откликается. Вот откликается. Вот сейчас мурашки меня очень сильно пошли. Значит, как вариант, посмотрите, дайте запрос своим ангелам. Если это мое направление, я там буду... Вот сейчас мурашки очень сильно идут. Это мой маркер. Похоже на правду. То есть, значит, дайте мне знак, нужно ли мне туда идти. Соответственно, в ближайшее время вам где-то будут какие-то знаки, ну, не знаю, там, в реальности, да, кто-то, вам какая-то реклама придет, не знаю, на глаза попадется. Или там люди кто-то позвонит. Или, ну, какой-то запрос будет однозначно. То есть, как же можно прописать, да? Да, 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 да. Так, у меня тут записано по вебинару. Я люблю учиться же. Оля, это какая прелесть. Как я люблю тех, кто любит учиться. Это наша, ну, основная задача здесь все время учиться. Ну, Оля, в общем, понятно, да? Понятно, да. Ну, мне кажется, направление стратегическое обозначено. Настрой очень хороший. Дальше будет очень хорошо. Да, ну, очень хорошо, что я к вам обратилась. У меня прям так... У меня расширение какое-то идет. Ну, это... Да. Питание идет, потому что все-таки есть на чем работать, это раз. Да, это главное. Мы помним, это стратегия. Да. А тактика, это все остальное, там, куда пойти работать. Это тактика. Это тактика, это пути реализации своего главного предназначения. Предназначение, это вот как раз по тем материалам, которые я сказала. Работа над собой. Вина. Угу. Здорово все. Да, а вот агентство, это ваше. По формуле, там прям Венера у вас стоит в центре, связь с людьми. Вот. Причем такая нестандартная, она необычная. То есть, если будет какое-то даже агентство какое-то такое необычное, ну, а может, вы потом сами там реформы какие-то будете делать. То есть, это ваше. Так это мне интуиция при... Так раз, бах, а потом... Вот. Да, и еще жирно где-то сильно писать, что идем по интуиции. У вас две десятки в вашей матрице по Таро, и это, ну, просто... Игнорируйте его, это, знаете, как... Это вас будут... Ну, в общем, ничего хорошего. То есть, мы садимся в лодку и плывем по интуиции. И выплываем... Куда она выплывает, туда мы и плывем. То есть, вам вообще даже вот весла выкинуть нужно. То есть, весла – это сознание, разум и логика, когда он говорит, ой, нет, туда не ходил. То есть, мы разум и логику используем для... Мы его используем в весла, но именно по течению. То есть, куда несет лодку, тогда и помогаем его грести в то место. Мне надо еще прослушать, что... Обязательно, да, Оль. Хорошо, спасибо вам. Ну, еще не будем говорить. Да, конечно, будем встречаться. Еще встречаемся на вебинарах. Субтитры создавал DimaTorzok